У нас вызывают обеспокоенность обозначившиеся в последнее время подходы в работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Складывается впечатление, что усилия миссии направлены на помощь и поддержку только одной стороны конфликта – официальных властей в Киеве. В отчетах миссии на системной основе приводятся подробные сведения о перемещениях воинских подразделений Донецкой и Луганской народных республик. Но игнорируются данные о военных приготовлениях и концентрации ударных группировок украинских войск вдоль линии соприкосновения. Не упоминаются многочисленные факты нарушения украинскими военными не только минских договоренностей контактной группы, но и норм международного гуманитарного права, разгулы неофашистов и националистов в подконтрольных Киево-регионах. Замалчиваются случаи давления на наблюдателей ОБСЕ со стороны силовых структур Украины. Такая политика руководства миссии подрывает доверие к ее работе. Мы вынуждены еще раз напомнить о главной цели этой миссии, которая зафиксирована в ее мандате и ради которой она была создана в марте нынешнего года. А именно, содействовать сокращению напряженности и способствовать миру стабильности и безопасности. К сожалению, за почти 8 месяцев добиться цели не удалось. На данном этапе ключевыми задачами миссии являются контроль за выполнением минских договоренностей, прежде всего соблюдением режима прекращения огня и зоны безопасности, содействию и обмену пленными, помощь в расследовании нарушений гуманитарного права и прав человека, включая массовые захоронения и применение запрещенных видов оружия. Одними из важнейших задач миссии является содействие диалогу в целях нормализации ситуации и поддержка соблюдения прав национальных меньшинств, о чем в ОБСЕ почему-то забывают. Для решения задач миссии ее мандат требует налаживания контактов с местными представителями, то есть в первую очередь с руководством Донецкой и Луганской народных республик. Насколько нам известно, ополченцы открыты для такого взаимодействия. Мы исходим из того, что основополагающими принципами работы миссии ОБСЕ, согласно ее мандату, должны оставаться открытость и беспристрастность. Недопустимыми являются цензура при редактировании отчетов наблюдателей в пользу одной из сторон конфликта, а также зафиксированные в последнее время случаи целенаправленного давления и хамского поведения украинских военных по отношению к российским сотрудникам миссии. Хотели бы напомнить, что миссия ОБСЕ должна докладывать о всех чинимых препятствиях работе наблюдателей, а официальные власти в Киеве несут всю полноту ответственности за обеспечение безопасности, привилегий и иммунитетов всех международных сотрудников ОБСЕ на Украине, в том числе граждан Российской Федерации. Продолжение следует...